Девайсы, гаджеты и концепты Крупнейший корейский книжный магазин Киоба и компания Qualcomm представили первый ридер, оснащенный экраном Mirosol Новый дисплей взял все лучшее технологии E-Ink и LCD Mirosol, как и E-Ink, не требует подсветки и потребляет очень мало электроэнергии, но при этом быстро обновляется и поддерживает воспроизведение видео в цвете, как LCD Новая технология была разработана компанией Qualcomm еще несколько лет назад и до сих пор существовала только в виде прототипов Размер сенсорного экрана Киоба e-Reader равен 5,7 дюйма, разрешение 1024 на 768 пикселей Эти показатели соответствуют плотности 223 пикселя на дюйм Основой устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon S2, работающий на частоте 1 ГГц под управлением Android 2.3 Объем оперативной памяти 512 МБ, флэш-памяти 2 ГБ Есть слот для карты памяти microSD или microSD-HC объемом до 32 ГБ Производитель заявляет, что время работы читалки на одном заряде батареи емкостью 1800 мА измеряется неделями В настоящее время Mirosol позиционируется как альтернатива традиционной электронной бумаге E-Ink Приобрести Киоба e-Reader можно пока только в Южной Корее за 310 долларов Компания Vitary Lab предлагает концепт поезда под названием AirTrain В котором используется разработанная и запатентованная NASA технология по очищению воздуха при помощи растений Растения определенного вида будут поглощать углекислый газ и выделять кислород В результате чего получится нечто вроде естественной системы кондиционирования По задумке компании растения будут питаться дождевой водой А солнечный свет будет поступать через прозрачные панели в крыше Кроме очистки воздуха растения в вагонах будут выполнять и декоративные функции Возможно в странах с теплым климатом эта разработка и приживется А других новинках далее Если в свое время вы хотели, но по каким-то причинам так и не научились играть на гитаре Например, не хватило терпения, не смогли выучить аккорды Или просто-напросто болели пальцы от струн Присмотритесь к этой новинке Эта самодельная гитара решает сразу все вышеназванные проблемы Так как струны тут заменены на клавиши Каждую из которых можно запрограммировать на воспроизведение того или иного аккорда На гитаре под названием ТЭПСТРАМЭ присутствует 24 кнопки Что соответствует 24 аккордам В итоге имеем упрощенный вариант музыкального инструмента На котором смог бы сыграть даже самый неискушенный новичок Работает все это благодаря микроконтроллеру АТМЭЛ А также миди-контроллеру Очень немногие ноутбуки оснащены цифровой клавиатурой И если вы из тех, кому ее очень не хватает Знаете, существует очень простое Правда пока лишь концептуальное решение этой проблемы Автор концепта предлагает использовать комплект из прозрачной пленки И соответствующего программного обеспечения Который сможет превратить обычный тачпад в цифровую сенсорную клавиатуру Кстати, эта разработка стала одним из победителей в конкурсе Red Dot Design Concept А вот этим концептуальным устройством, на мой взгляд, было бы неплохо оборудовать каждую ванную комнату Поскольку оно является по-настоящему универсальным Breeze Rack – это держатель для полотенца, радиатор, фен, вентилятор и стерилизатор для полотенец в одном Что касаемо фена, то он является беспроводным и вынимается из устройства сбоку Жаль, что пока это лишь концепт Компания Asus совместно с JMCHO, разносторонне одаренной тайваньской звездой И известным у нас по фильму «Зеленый шершень» Разработала уникальную линейку ноутбуков N-серии, которая вышла ограниченным тиражом Ноутбук Asus N43SL облачен в черный глянцевый корпус Украшенный замысловатым орнаментом золотого или красного цвета Работает новинка на базе двухъядерного процессора Intel Core i5 с частотой 2,4 ГГц Ознащен оперативной памятью объемом 4 ГБ, жестким диском емкостью 500 ГБ, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce Кроме этого, новинка оборудована оптическим приводом DVD, высокоскоростными портами USB 3.0, разъемом HDMI, аудиосистемой Bank & Olufsen Ice Power 14-дюймовый дисплей устройства имеет разрешение 1366 на 768 точек Приобрести этот коллекционный ноутбук Asus, который может стать отличным подарком на новый год, вы можете в сети магазинов цифровой техники Q Это довольно интересное устройство LightPad может стать идеальным дополнением к вашему смартфону, расширив его функционал LightPad от компании QVP Option Electronics представляет собой 11-дюймовый проекционный дисплей, объединенный с клавиатурой и внешне очень похож на ноутбук Подключив к нему смартфон, вы получаете полноценный ноутбук, при этом очень тонкий и легкий Pico Proector сможет обеспечить пользователя встроенным 11-дюймовым дисплеем высокой контрастности благодаря задней проекции или же проекционным дисплеем диагональю до 60-дюймов благодаря передней проекции Это будет полезно, например, для проведения презентации, просмотра видео или ТВ Устройство сможет работать с любыми смартфонами с HDMI MHL-выходом Время работы на одной подзарядке от 5 до 7 часов в зависимости от режима работы проектора Станет ли устройство LightPad must-have вам для пользователей смартфонов? Покажет время А пока ждем выставку ЦС-2012, где новинка будет впервые представлена публике На этом я и партнер программы, сеть магазинов цифровой техники Кью Желаю вам удачи! Увидимся в ближайшем будущем!